Брагосочетание принца Гарри и Меган Маркл пройдет без американского президента. Дональда Трампа нет в списке приглашенных, а депутаты британского парламента в очередной раз призывают вообще не пускать его в страну. Почему глава Белого дома в Лондоне настолько нежеланный гость, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Говоря откровенно, Дональда Трампа никто и не собирался приглашать на свадьбу. Принцу Гарри он как минимум безразличен, а его будущая жена Меган Маркл не скрывала презрения к Трампу во время его президентской кампании. Но вопрос о приглашении американского лидера возник, когда жених и невеста сообщили Министерству иностранных дел, что очень хотят видеть на своем бракосочетании Барака и Мишель Обаму. Это чета хорошие друзья принца, но их имена в списке гостей могли очень огорчить, если не разозлить нынешнего главу Белого дома. Известно, что Трамп болезненно реагирует на моменты, которые затрагивают его самолюбие, а это могла быть именно такая ситуация. Поэтому, чтобы не расстраивать Дональда Трампа, Гарри и Меган пришлось отказаться от идеи пригласить Обаму с супругой. Но если члены королевской семьи должны оставаться вне политики, то депутаты парламента по отношению к Трампу не осторожничают. И совершенно не боятся обидеть его своими заявлениями. Как утверждает сам президент Трамп, он умен и даже гениален. И в ответ на заявление северокорейского лидера он написал, что у него тоже есть ядерная кнопка, и что она больше и мощнее, и к тому же работает. Скажите на милость, что еще президент Трамп должен сказать или написать, чтобы любые приглашения посетить Великобританию, будь то свадьба или другое мероприятие, были отозваны. Но правительство не реагирует на призывы парламента не впускать Трампа в страну. В свете Брексита здесь не готовы терять друзей, особенно таких богатых и влиятельных, как Штаты. Американскому президенту хорошо известно, что в Лондоне его мало кто ждет. Поэтому и не спешит с визитом в Великобританию. Официальное приглашение он получил еще год назад и, скорее всего, приедет сюда уже в следующем месяце на открытие нового здания американского посольства. Но о визите заблаговременно не предупреждают, чтобы не провоцировать массовые протесты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...